Они привлекают взгляды всех прохожих. Городским фонтаном посвятили свой доклад старшеклассницы 95-й школы. Гидротехнические сооружения девочки пересчитали, поделили на старые и новые, действующие и заброшенные. В 10-м классе мы стали меньше времени уделять для биологии. И нам продолжили пойти в экологический центр, чтобы там изучать это всё. Поскольку я собираюсь связать жизнь с биологией, и, соответственно, мне нужна и экология, разбираться в ней. И поэтому я решила поинтересоваться и начать с фонтанов. Юнаты считают, заброшенные фонтаны нужно срочно восстанавливать. Страдает облик Урбана. Список передали в мэрию. С докладом планируют ехать в Питер, столицу фонтанов, принимать опыт. Но это, конечно, если их работу оценят в Омске. А какая экологическая роль фонтаны? Имеют ли они вообще какую-нибудь экологическую роль? Для чего они предназначены? Ну, чтобы... Во-первых, это очень красиво. Провокационные вопросы докладчицам задает Путин Андрей Викторович. Биолог судит эко-конкурс, и одна из его задач – отсеять настоящих исследователей от халтурщиков, которые просто скачали реферат с интернета. Мы выявляем, насколько юные наши экологи, учащиеся в школу, сами выполняли своими руками эту работу. Потому что тут, безусловно, важно два момента. Это и воспитательный момент, да, привить любовь к родной природе, к родному краю. И, конечно, профориентационный, научить научные деятельности, ориентировать в профессию. Валерия – будущий дизайнер. Однако на конференции экологов девушка – не случайный гость. Она предлагает благоустраивать Омск без вреда для природы. Эти же лавочки, они деревянные, да, их можно придумать и что-нибудь сделать из них, из них другой из тех же бутылок, к примеру, которые валяются у нас по всему городу, которые вообще никому не нужны. Переработка. Да, особенно весной, вот когда все тает. Ксюше по нраву – животный мир. Свой доклад восьмиклассница посвятила птичьей гавани, чьи обитатели в опасности. Загрязнение идет от… вот рядом аэропорт, и идут выхлопные газы, и выбросы выхлопных газов с предприятия Омска всякие, и вода загрязняется. То есть аэропорт надо убрать, не надо? Ну, там в моем докладе написано, что требуется реконструция взлетно-посадочной полосы. Аномальной полынье на РТШ юнаты доклада не посвятили. Наверное, ждут исследований, как и все амичи. Лучшие работы отметят дипломами и дадут зеленый свет на участие в эко-конференциях Москвы и Санкт-Петербурга. Анна Рыбина, Сергей Гаврилов, Антона 7.